Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас вы узнаете уникальную информацию про овес. Уверяю вас, вы не знали и десятой части этого, но должны знать, я так считаю. Только на днях вышло мое видео про уникальную крупу пшено, ну и пшеную кашу, соответственно. И после того видео мне стало приходить огромное количество просит снять видео про овес. Это видео будет длиннее, чем видео про пшено, но и информации здесь гораздо больше, тем более я вам подробно расскажу, как готовить правильно кашу из овса, чтобы она была полезной, сохранила в себе максимальное количество полезных веществ и обладала вот этими удивительными свойствами, о которых я сейчас вам расскажу. Итак, слушайте и перешлите потом ссылку на это мое видео всем, кого вы знаете. Ну что ж, овсянка, сэр, вовсе 17% белка, но качество его таково. В нем есть все 8 из 8 незаменимых аминокислот. Вы понимаете, что это означает? Означает это то, что белок полноценный. Передайте это неучим тем врачам, кто до сих пор говорит, что белки растительные неполноценны, потому что, мол, в них нет всех незаменимых аминокислот. А вы думали, отчего лошади такие сильные и выносливые, если их кормить не только сеном, травой, но и овсом? Вы же знаете, что они не жвачные животные, как те же коровы. Им недостаточно травы. А чем их всегда обязательно подкармливают? Овсом. И, конечно, не просто так. Овес, а именно тот, о котором я вам сейчас расскажу, что обещал в своем видео о пшене, не простой, а голозерный. И это вторая древнейшая культура после пшена. Ну, проса. В северном полушарии. Его родина именно север. Глазерный потому, что он не имеет шелухи плотной оболочки снаружи семян. Его не надо шелушить. А поскольку не надо шелушить, не повреждается защитная пленка и зародыш. И не происходит вообще его окисление. И хранится он долгие годы и десятилетия без потери качества. Он сохраняет в себе все природой данные питательные важные вещества. А какие мы сейчас об этом как раз и поговорим. Этим он и уникален. Всего 100 грамм в день и вы получите примерно 50% всех нужных по медицинским официальным нормативам белка, полноценного белка в день. Более чем легкого в усвоении. А 200 грамм овса, вот вам 100% дневная норма. Да, в нем 66% углеводов. Но длинных, сложных и не переживаете, не будет выработки инсулина на эти углеводы. У овса очень низкий гликемический индекс, особенно у глазерного. Только, внимание, не ешьте никаких овсяных хлопьев. Вот тогда да, будет высокий гликемический индекс. И это как в сыром картофеле, кстати, он низкий. А в печеном, например, самый высокий. Почти как у сахара 96. Тем более, приготовленные разные готовые завтраки, вот эти хлопья, тем более жареные, тем более с какими-нибудь сахарами. Любая дробленка, там идет окисление и преобразование, распад многих элементов. В глазерном овсе нет никаких белков лектинов, которые вызывают воспаление в организме. В том числе нет глютена. Глютен это один из лектинов. Также в составе зерна имеется ряд важнейших антиоксидантов. Например, авенатримиды, которые, кстати, содержатся только во все и не более где на планете ни в чем. А они снижают артериальное давление, у кого оно повышено, и угнетают хронические воспалительные процессы. Есть во все и фируловая кислота, которая обладает мощной антиоксидантной защитой, снижая тем самым риск развития злокачественных опухолей. Но на противораковых свойствах овса дело не заканчивается. Далее будет еще интересней. Ну а что касается антиоксидантов, представьте, сейчас я вас удивлю. Во все есть так называемая фитиновая кислота. Многие ее боятся. И вы наверняка не знали, что она оказывает также антиоксидантные действия в организме. Но действительно, да, почему ее боятся? Она ухудшает всасывание некоторых минералов из пищи. Например, железо или цинка. Ну не следует переживать. Во-первых, при проращивании фитиновая кислота распадается. Во-вторых, не усваивается не все железо и цинк, а только часть. А тем более цинк я категорически рекомендую потреблять. Принимать дополнительно, обязательно, как мощную защиту организма для укрепления иммунитета, но только в хилатной форме водорастворимой. Лучше всего с фулевовой кислотой. Видео о ней обязательно посмотрите. Не путайте с фолиевой, витамином В9. Я говорю о фулевовых кислотах. Оставлю ссылку на это видео. Очень важно это знать, поверьте. У овса есть еще одно интересное свойство. Замедление переваривания пищи, насыщение им, то есть овсом, и похудение в связи как раз с этим и еще кое с чем. По информации от ученых Дани, овес вызывает механическое растяжение желудка и замедляет эвакуацию его содержимого. Если вы, конечно, не добавляете к нему сахара или что-то сладкое. Но и в результате посредством рефлекторных механизмов угнетаются центры голода в головном мозге, а организм испытывает чувство сытости. А бета-глюканы, имеющиеся в составе овса, а о них я чуть далее сейчас подробнее расскажу, стимулируют выработку ряда гормонов. Например, пептида YY, который также оказывает воздействие на центры голода, угнетая их. И подобный эффект, в зависимости от того, как приготовить овес, длится до 6-10 часов. А тем самым улучшается гормональный фон, особенно у женщин после менопаузы. Кстати, некоторые работы итальянских ученых показывают, что бета-глюканы усиливают также способность макрофагов и нейтрофилов, и текиллеров, то есть клеток иммунной нашей системы, реагировать на попадание в организм, а именно в кровь, различных чужеродных агентов. И, конечно, эффективно с ними борются. А это повышает сопротивляемость организма к попаданию в него вирусов, бактерий и грибков. Клетчатка овса – это примерно 10-11% от сухого веса зерна. Она представлена в основном бета-глюканом. А вы понимаете, что это означает? Я сейчас вам поясню. Это не просто колоссальная польза тем, что я уже перечислил, а и многим другим, в том числе действительно это мощное противораковое средство. Еще один очень важный акцент. На каждые 1000 килокалорий важно потреблять более 14, по оценкам ВОЗ, а здесь более 19 грамм пищевых волокон. А это очень хорошо для нормальной работы кишечной микрофлоры. Роль клетчатки для нашего организма очень велика. Нерастворимая клетчатка – это балласт, это и лигнины, и целлюлоза. Они не кормят микрофлору, но зато не будет запоров. А бета-глюканы превращаются в организме в гель, и они улучшают моторику кишечника. Но главное – это пища для нашей родной симбиотической кишечной микрофлоры. И тогда у вас в организме будет достаточное количество короткоцепочечных жирных кислот, что очень важно. В том числе для нормального построения клеток нашего организма. И недостатка их не будет, так как сам организм их начинает синтезировать. При потреблении глазерного овса уменьшается плохой холестерин. Достаточно всего 3 граммов бета-глюкана в день для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Бета-глюканы связывают жирные кислоты и холестерин, не давая повторно всасываться им в кровь. Тем самым защищают от атеросклероза наши сосуды. Бета-глюканы уменьшают количество глюкозы и инсулина в крови, а значит предотвращают развитие метаболического синдрома, снижают инсулинорезистентность и развитие сахарного диабета второго типа. Бета-глюканы также активизируют НК-клетки. У нас в продаже, так же, как я говорил и про пшено, есть и экологически чистый, с сертификатами био, то есть органический, голозерный овес. С идеальным пищевым составом, поскольку на почвах, где он выращивается, ведется грамотный, уже десятилетиями, севооборот. И этот голозерный овес лучший в мире. Из него, кстати, мы производим бета-глюкан, натуральный концентрат, его даже немцы ранее закупали. Кстати, ссылку на голозерный овес я оставлю на наш новый сайт, который специализируется на продаже биозерна и биомуки, нашей собственной. И ссылку на другой сайт, конкретно на вот этот концентрат бета-глюкан, который вы можете добавлять куда угодно, в еду, в любую. Самое полезное, это цельное, пророщенное зерно голозерного овса. Затем, по пользе как бы идет, вареное, но цельное. И, кстати, есть щадящий метод варки, о котором я скоро вам расскажу. То есть, как правильно варить, запаривать зерно. Хуже, это рубленная крупа. Еще хуже плющеная и, тем более, долго хранимая плющеная. Кстати, если кто-то захочет написать о изжоге, как люди писали под видео о пшене, вы посмотрите мое видео «Изжога», хорошо? Не пишите про изжогу. Дисбактериоз у вас, сдутие, газы, так не надо есть сладкое. Не смешивайте каши со сладким. Посмотрите мое видео «Дисбактериоз, Сибор, синдром дырявого кишечника», вот эти видео. И уберите из рациона питание сладкое, не совмещайте. Кстати, в наш новый продукт «Живой сыроедный кисель» мы добавляем вместо вредного крахмала именно бета-глюкан, потому что у него еще уникальное свойство – это загущение продуктов. То есть, бета-глюкан – прекрасный загуститель. Кстати, именно поэтому наше веганское сгущенное молоко такое густое. Именно благодаря большому количеству в этом продукте бета-глюкана. Но это, пожалуй, единственная сгущенка, полезная, а не вредная в этой связи. И вообще, говоря о разнообразии, не стоит питаться разнообразно. То есть, потреблять разные каши. То есть, более чем достаточно совмещать две каши. Например, чередую их пшеную и овсяную. Ну, говоря о кашах и о разнообразии, пожалуйста, кто хочет. У нас есть из пророщенного и плющеного зерна, но в вакууме, то есть без окисления, готовые, то есть быстрого приготовления каши, которую просто залил теплой водой. И буквально 5-10 минут каша готова. Пожалуйста, такие есть биозавтраки. Ссылку тоже оставлю. Ну, а теперь то, что обещал. Как приготовить уникальную кашу, которая действительно будет полезна, в которой останутся многие питательные важные необходимые вещества. То есть, не убитые высокой и долгой термообработкой. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Итак, процесс приготовления. Ну если у кого есть русская печь, это лучше всего, как раньше делали на остывающей печи вечером. Ставили чугунок после прогоревших дров, когда температура уже снижается и к утру еле теплый становится. А в городских обычных условиях делайте так. Берите термос с широким горлышком. Термос очень важен для того, чтобы сохранялась температура, не сильно быстро падала. Тогда можно уменьшить температуру приготовления и сохранить больше полезных свойств. При этом, кстати, и улучшить вкус. Вы как бы создаете такую баню, по сути паровую, но только долгоиграющую, более эффективную, нежели кастрюли укутывать полотенцами, как это тоже раньше делали, когда не было термоса. Итак, термос с широким горлышком лучше всего, конечно, из титана или из нержавеющей стали, ну или чтобы колба была из стекла, но только не из пластик, не из каких-то полимеров. Засыпать одну часть овсянки и примерно две части воды, но это экспериментально вы поймете сами. Я поясню сейчас суть. Обычно это такая пропорция, если вы берете сухие зерна, ну или после промывки зерен в воду, и они еще не успеют набухнуть, тот же будет объем. Но правильнее сделать так. Вы берете порцию зерна, замачиваете часа на два в воде, промываете пару раз, можно после этого дать им полежать, ну со слитой водой, ну естественно в мокром состоянии, до шести-десяти часов. Тогда они начнут как бы наклевываться. Вы может быть это еще даже не увидите, но набухать они точно начнут, и зародыш внутри начинает прорастать, активизироваться. Внешне вы еще за шесть часов это не увидите. Однако процессы пойдут. А каша тогда в этом случае после варки становится немного сладковатая, и в ней будет больше витаминов, так как при проращивании, наклевывании идет синтез многих витаминов, а сложные вещества напротив распадаются на более простые для лучшего переваривания. Вы попробуйте три варианта, и выберите, что для вас будет наиболее приемлемо. Первый вариант сухие семена, заливаете сразу в термос кипятком. Второй вариант намоченные семена, 2-3 часа, и тогда заливать можно водой температурой 80-90 градусов, не обязательно кипятком. И третий вариант намоченные 2-3 часа, и далее отлежавшие сыры где-то часов до 10, но уже без воды, но влажные, то есть которые начинают прорастать, по крайней мере набухают. Тогда заливать в термос такие семена водой можно при температуре 70-80 градусов. Ну, можно и выше, кто захочет. Суть запаривания в термосе в том, что надо в итоге добиться такой консистенции приготовленной каши, при которой после открытия термоса не было бы излишков воды, чтобы зерно впитало всю воду без остатка, чтобы с одной стороны каша хорошо разварилась, не была сухой, а с другой стороны не мокрой. Это вы поймете экспериментально, добавляя чуть больше или чуть меньше воды. Более того, такой способ приготовления в термосе позволит вам добиться эффекта русской печи, как в чугунке. Когда нет высоких температур, выстывающую печь, как я говорил, ставят чугунок на ночь. Когда нет долгой варки, и вообще варки нет, тогда сохраняются многие питательные вещества. Ну, а для сыроедов все еще проще. Вы просто проращиваете глазерный овес и едите прорастки. Можно в блендере сбить в молочко. У меня, кстати, есть очень интересный, старый уже инфопродукт. Я оставлю ссылку на него. Чуть далее я поясню, о чем там идет речь. Ну, а настаивать в термосе надо примерно 6-8 часов. Можно, конечно, на всю ночь, не проблема. Примерно 200 грамм набухшего зерна заливается горячей водой, либо кипятком, примерно 200 граммами воды. А сухие семена, 300 граммами воды, это цифры примерные. Точные цифры для себя вы определите за 2-3 эксперимента сами. Подытожим. Если вы хотите съесть такую кашу, скажем, сегодня утром, то вчера утром надо было промыть семена, настоять их в воде пару часов, потом, уходя на работу, слейте воду, пусть они набухают, пока вы заняты, а вечером, как приходите, запариваете их в термос, и вот утром сегодняшнего дня каша готова. На все эти действия суммарно чистого времени у вас уйдет где-то 3-5 минут, не более. По приготовлению можно добавить в эту кашу куркуму, тогда я советую, конечно же, не индийскую, а лучшую, камбоджийскую. Там примерно 8 раз больше вещества действующего куркумина, чем в индийской. Ссылку на видео и на этот товар я вам тоже оставлю. Можно добавить масло, лучше всего, конечно, льняное, по соотношению омега-3 к омега-6 с жирным кислотом, или конопляны, или оливковое. Важно только, чтобы льняное масло, ну, впрочем, как и любое, не было окислено. Льняное очень быстро окисляется из-за большого количества омега-3 жирных кислот. Мы делаем льняное масло, используя вакуумные технологии, оно у нас не окисленное. Можете приобретать у нас. Есть у нас и уникальное оливковое масло с острого Тассос. Это лучшее оливковое масло в мире. Можете добавить в эту кашу что-то не сладкое, ну, какие-нибудь орехи, скажем. Те же кедровые, или грецкие, или пекан. Итак, итог по свойствам овса. Он является источником ценных веществ, которые вы оставите в сохранности, если будете применять вот этот щадящий метод запаривания. При этом вкус вы получите лучше, чем от вареной каши обычной. Второе. Овес снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклеротических бляшек. Третье. Овес предотвращает развитие сахарного диабета второго типа. Четвертое. Он способствует похудению при разумной диете. Пятое. Укрепляет иммунитет, защитные силы организма. Шестое. Устраняет запоры. Седьмое. Предотвращает развитие онкологии. То есть, один из факторов, который уменьшает эту вероятность. И вот еще интересный факт вам. Каждый 10 грамм клетчатки в сутки снижает вероятность развития рака толстого кишечника примерно на 10%. Ну, а про овсяное молочко, как его делал один доктор, который прожил 120 лет, когда в то время в Европе средняя продолжительность жизни была примерно лет 45, я изложил в своем инфопродукте вот в этом в нем же про проращивание вообще семян, как это правильно делать в домашних условиях. Захотите, пожалуйста, ссылку на него я оставлю тоже вам в описании под этим видео будет, найдете. И вот куча писем было мне под видео про пшено, а как же амарант? Мол, что же я не сказал про амарант? Я не сказал, потому что я там говорил про пшено. Хотя да, я там упомянул черную чечевицу. Кстати, сделать про нее все-таки видео есть смысл? Напишите тогда в комментарии под этим видео. А про амарант, дорогие товарищи, у меня уже года два или три назад вышло видео, оно так и называется амарант. Наберите в ютубе в поиске фролов амарант или ссылку я опять-таки оставлю под этим видео, чтобы не искать вам. И вообще, посмотрите два мои раздела, там в каждом много видео про лечебные травы и про лечебные грибы. Будет весьма важно и поучительно это узнать для каждого человека. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.